у нас пасмурное воскресенье и мы развлекаемся как можем вот например дима занимается еще одним своем хобби веселиться с тем что сейчас будет заливать лексигласом жидким вот эти пластинки для этого он делает такую веселую конструкцию которая похожа на будку чтобы поставить туда вот эти а сейчас упадет ручка в общем поставить туда эти пластинки их тут несколько штук это замороженный акрил в азоте кто-то спрашивал про то что азот как вообще удалось заморозить акрил в общем азот был жидкий хранился этот азот вам даже сейчас покажу в чем потому что вот эта большая странная конструкция вот этот бидон это как раз специальный специальная емкость для хранения азота вот так он выглядит посмотрите как интересно в общем когда будут результаты как это будет выглядеть в финале я вам обязательно покажу а сейчас пришла очередь шить мне юбку из ткани которую я вам показывала эта ткань от лаван и чтобы сшить юбку на запах спасибо большое тому кто в комментариях предложил мне эту гениальную идею потому что я вообще хотела сделать шопер на юбка это куда интереснее и чтобы сшить юбку на запах в качестве референса берем вот эту юбку от топ-топ который уже очень много лет и мне нравится как она сделана по форме поэтому приступим к юбке и посмотрите кто тут у нас пришел помогать мне шить на наш подготовленный стол это ваш любимый дорогой кот пирожок вот такая красивая расцветка кота и юбки мне кажется они очень хорошо друг другу подходят и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, вырезал Нехватающие детали Так что будет такое Интересное пальто Из разных составляющих Я надеюсь, я ему сейчас ничего не напутаю Но, в общем Для тех, кто спрашивал Как у Димы продвигаются дела С его пальто Вот знаете, что Он трудится Вы спрашивали, учился Дима или нет На портного вообще Как это так Сшить пальто Знаете, это его хобби Он нигде не учился Он это освоил сам Он осваивает это и дальше Ему интересно открывать что-то новое Вот поэтому Это его хобби Не судите строго Ему хотелось создать пальто Именно самому Так что Будем наблюдать за этим процессом И дальше Итак, друзья Я вам показываю Первые наброски нашей юбки Потому что мы не пошли по нашему плану Как вы знаете Эту ткань Мы покупали изначально для шопера Потом, значит Я решила сделать юбку на запах А потом Выяснилось, что лучше не юбка на запах А юбка на молнии Которая сейчас у нас тут и наблюдается В общем Из-за моих Переменчивых настроений Диме пришлось изрядно похлопотать Чтобы придумать Как сделать эту ткань Чтобы ее хватило В общем Юбка сейчас выглядит так Она до Примерно до Косточки К ней еще были дойти Вот Ремень такой Пояс Точнее пояс Который у меня Дима здесь Сделал специальную ткань В общем Не знаю ее название Вы наверняка знаете Осталось Не так много Потому что В принципе Мы придумали Вообще Что делать С этой юбкой Чтобы модель Более или менее Удалась Но как же мне нравится Ее ткань Посмотрите Я даже не знаю Как вам объяснить Какая она на ощупь Она очень красиво Переливается И знаете Мне нравится Что это вроде как И леопард Но Не такой явный Красивый Золотой цвет Вообще Я ее планирую носить Довольно часто На всякий случай Уточню еще раз Это не финальный вариант Юбки Далеко нет Мы сейчас занимаемся Примеркой Подгонкой Я мерю юбку Дима На мне Ее вот так вот Не зашивает И как-то подкалывает Иголочками Чтобы посмотреть Где убавить Где добавить В общем Мы веселимся А Дима Дима Из-за того Из-за того Что мне нужно Сшить юбку Он Немного Запаздывает В проекте Своего пальто Но Я буду вас Держать в курсе Потому что Это Интересное Занятие В общем Как-то так Не судите нас Строго Я даже В таком варианте Очень счастливая Я сейчас Вспоминала Нашу предыдущую Юбку Которую Я даже Помогала Шить Диме Это была Юбка На запах Тоже В таких Леопардовых Принтах Я помню Какое Счастье Было Когда кто-то Даже спрашивал Откуда эта юбка Представляете Какая гордость Была говорить Вот Что мы Сами Ее сшили Потому что Мне кажется Когда ты сам Создаешь Вещи Которые Ты носишь Своими руками Они Настолько Даже Энергетически Заряженными Получаются Потому что Это По сути Воплощение Твоей Идеи Ты Выбрал Фасон Придумал Как это Будет На тебе Сидеть Я уже Молчу Про тот Шикарный Выбор Фурнитуры Которые Есть Сейчас И Например У меня Так Бывает Нередко Когда я Прихожу В магазин Вижу Какую-то Вещь Она Мне Вроде Как Нравится Но Я Думаю Ну Вот Тут Бы Сменить Пуговицы Или Ткань Мне Не Особо Нравится По Качеству И Представляете Когда Ты умеешь Шить Или Вязать Я Например Пыталась Честно Этому Научиться Я бы Очень Хотела Но Все-таки У меня Все Как-то Это Выходит Тяп-ляп И Дима Меня Пытался Учить Шить Мама Меня Пыталась Учить Вязать Но Видимо Это Не Мое Так Что Мне Просто Остается С восхищением Смотреть И Наблюдать За теми Людьми Которые Умеют Это Такого Творческого И Перспективного На самом деле Дела Прибыль То Всегда Конечно Хочется Узнать Их Секрет И Повторить Их Успех Поэтому Друзья Всем Кто Хотел Создать Свой Бренд С нуля Поработать В фэшн Индустрии Я Вам Сегодня Хочу Рассказать Очень Интересную Полезную Информацию Потому Что У Fashion Factory School Сейчас Проходит Бесплатный Интенсив Как Создать Октября В 19.00 По Москве И На интенсиве Вы узнаете С чего Начать Создание Собственного Бренда Если У вас Нет Опыта В моде Что Важнее Выбор Ниши Или ДНК И Концепция Марки Также Сколько Времени Нужно Заложить На запуск Собственного Бренда С нуля И Как Распределить Бюджет На старте И На что Обратить Особое Внимание Интенсив Проведет Эксперт Fashion Factory Юлия Кудрявцева Это ведущий Лектор И Консультант По Бизнес Процессам И Маркетингу И Кроме Того Тем Кто Пройдет Бесплатный Интенсив Будут Подготовлены Подарки Такие Как Мини Курс Создание Модного Бренда Свой Модный Бизнес Пять Ключевых Решений Также Чек Ликс По Запуску Модного Бренда И Скидка 10% На Обучение В Fashion Factory School И Скажу Пару Слов О Школе Fashion Factory Это Школа Номер Один На Моде И Выпускники Являются Создателями Таких Брендов Как Present And Simple To Moot To The Select И В Школе Акцент Делается На Практику Без Воды И Лишней Теории Так Что Друзья Если У вас Есть Идеи Но Страшно Начинать Бизнес Бренд То Сейчас Самое Подходящее Время Чтобы Записаться На Бесплатный Интенсив Как Создавать Свой Модный Бренд С нуля Ссылку На Регистрацию Друзья Я вам Оставлю Внизу Под Видео Так Что Регистрируйтесь Скорее Регистрируйтесь Регистрируйтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, пирожок, конечно, куда без него Проверка свежести цветов Он, наверное, цветы любит так же, как и я Мне очень нравится, что букет довольно сдержанный Но при этом он яркий У него есть разные фактуры И сейчас я покажу вам те цветы, которые я купила для нашего дома Мне кажется, вы удивитесь Итак, друзья, мы с пирожком презентуем вам новые растения Которые я купила Если я не ошибаюсь, то они называются Пом-дамур Так, пирожок держится от них подальше Потому что я пошутила со своим флористом Говорю, о, это разновидность томатов Хотя вот пахнут они как томаты Ну и по виду сами Сами понимаете Она говорит Нет, нет, что, вы только ни в коем случае не делайте с ними оперо Иначе вы рискуете остаться без друзей Так что мы их посадим за окно Со стороны спальни Потому что им нужен яркий солнечный свет Мне очень понравились вот эти жизнерадостные ягодки Потому что я даже как-то не очень хотела Прям цветы-цветы До этого у меня на окне росли хризантемы Поэтому хотелось чего-то такого Более яркого и необычного И вот я сегодня наткнулась на эти милые кустики Которые, мне кажется, они такие Очень осенние Так что когда придем с пикника Если будет время То займусь своим садом И начну их пересаживать Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, друзья Я тут одета как мальчик в своей кепке Потому что у нас льет дождь Просто как из ведра В общем, оделась так, чтобы не намокнуть И даже попыталась сегодня заплести себе косичку Мы с Аней пришли в Фондасиум Алая Это модельер Который родился в Тунизе И в 50-е годы он переезжает в Париж Работает здесь В общем, о нем мало кто знает Но это очень интересная личность Потому что его творения Были признаны многими известными людьми И вообще он, кстати, в 1984 году В 1984 году получил премию Как лучший портной года От парижской мэрии Кстати говоря, и был награжден орденом Почетного легиона Легион Доннер Вот В общем, интересный человек И интересны его также работы Поэтому сейчас отправимся туда Посмотрим, как представлены они в этом фонде Вход сюда стоит 8 евро И находится музей в Море Субтитры создавал Dima Субтитры создавал Dima Субтитры создавал Dima Субтитры создавал Dima Ну что, друзья Расскажу вам немного про Адзидин Алая Это модельер Просто один из гениальнейших модельеров 20 века и начала 2000 Потому что у него, во-первых, очень интересный путь Как он начал Он родился в Тунисе В феврале 26 февраля Год Вот год я забыла Но ничего Он с самого детства мечтал стать модельером Портным Он учился в школе высшей школе изящных искусств в Тунисе И он даже собрал про свой возраст Чтобы начать свое обучение как можно раньше Он приезжает в Париж И начинает свою работу в ателье у Диор Но, представляете, сразу после своего приезда Через 5 дней ему пришлось с Парижа уехать Из-за начавшейся Алжирской войны После он работает в ателье у Мюглера И на протяжении 20 лет он работает частным порядком То есть как портной в своем маленьком ателье в Море И 20 лет к нему ходят знаменитости Известные люди Парижа И не только Парижа И вообще, в принципе, Бомонда Чтобы иметь возможность получить платье Или просто наряд от Алая Потому что его фасоны, выбор тканей И вообще вот эти силуэты Они настолько популярны Что, конечно, к нему устраивается и очередь И вообще интересно, что О нем мало вообще кто знает Вот Азидин Алая Но на самом деле он имел огромное значение В мире мода И он оставался преданным себе Потому что, как вспоминают его современники Он не хотел следовать вот этому тяжелому люксу Для него было важно делать именно то Что он считает интересным В том числе и для себя То есть с точки зрения коммерции Он не был так привязан к деньгам И даже когда в 2000-х годах Его дом выкупает Прада Через 7 лет Алая выкупает его обратно И говорит, что он хочет создавать одежду А не сумки Потому что, как известно, сумки Это то, что наибольший имеет доход И то, что приносит прибыль модным домам Это вот именно такие аксессуары И Алая работает со многими известными личностями Вот в том числе здесь вы видите пальто Греты Гарба Которую Алая Пальто, которое создал в 1988 году Это такое осеннее-зимнее пальто Мужского силуэта Мне очень нравится его фасон Знаете, такой Мне он даже больше нравится Без ремня Вот как он представлен на фотографии КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... И на этот раз я себе заказала попробовать кое-что новенькое в плане цветов, но бренды остались те же. Так, это вот такая интересная упаковка. И здесь у меня всего три помады, но зато какие я очень рада, в принципе. Так, сейчас будет момент истины. Что-то по цвету в упаковке. Вот эти две помады от моего, одного из любимых, наверное, брендов косметики Эвелайн или Эвелин. Они прямо уж чересчур фиолетовые. И что-то мне кажется, что они будут супер темными. В общем, посмотрим. Вот такой тип помады от Эвелайн я очень люблю. Называется Lip Cream. Просто держится очень долго. При этом она не скатывается как бы на губах. То есть она очень хорошо сходит. И относительно не сушит губы. Хотя, знаете, вот в принципе я смотрю на кисточку, и вроде как цвет не такой он темный, как выглядит вот в этой упаковке. Будем надеяться, что я права в этом плане. И другая помада, которую я взяла себе на пробу. Я никогда не пробовала помады от Bourjois. И тут я нашла вельветовый, значит, вельветовый экземпляр. Она должна быть тоже очень матовая, стойкая. И у нее цвет... Он у нее какой-то морковный. Ну что ж. В общем, попробую, друзья. И скажу вам свой вердикт. По крайней мере, пахнет она очень вкусно. Знаете, какими-то ягодами такими. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я к вам, друзья, со своим вердиктом относительно моих новых помад, конечно, не все, что я купила, мне подошло, к сожалению, но, в общем, есть вариант, который мне очень понравился, эта помада, которая я сейчас накрасилась, называется Lovely Nude Rose, и это цвет номер 5. Знаете, у меня ощущение, что вот Everline как будто улучшили даже свою формулу вот этой матовой помады, потому что в предыдущие разы, когда я покупала конкретно вот такой тип помады, губы чуть больше сушились, но на этот раз прямо очень комфортно носить эту помаду, мне нравится, как она выглядит в повседневном макияже, остальные же варианты, которые я купила, как-то прям мне не подошли, и особенно боль и печаль этот цвет вот этой помады от Bourjois, потому что он просто какой-то кирпичный, знаете, слишком он оранжевый, и вот бывает так, что иногда помаде не совсем удачного для вас цвета может помочь, например, карандаш для губ, но эту помаду как-то вообще ничто не спасло, даже мой новый карандаш от Sephora, который я себе недавно приобрела, и теперь я себе карандаш буду покупать только такого формата, потому что он просто невероятный, он так долго держится, и вы знаете, как важно в макияже для губ подбирать карандаш, который будет с вами весь день, и это как раз тот вариант, потому что он просто... его нельзя стереть едой, напитками какими-то, но при этом он хорошо смывается обычными средствами для очищения лица от макияжа, в общем, я им довольна безумно, цвет у меня 13. Вот, и помада еще также от Eveline, которая в принципе не такая уж она плохая, как буржуа по цвету, но для повседневного макияжа я ее вообще не вижу, она, как я и предполагала, оказалась слишком уж фиолетовой, это вот этот цвет деликатная роза, цвет номер 4, и как бы тоже карандаш не особо вообще помогает в ее случае, потому что текстура уж чрезвычайно такая, знаете, плотная, но на какие-то вечерние мероприятия, на торжественные события, почему бы нет, может даже, наверное, пригодится. И еще мне было очень приятно, друзья, что вы меня в предыдущем видео поддержали по поводу вот этой рубрики вопрос-ответ, которую в принципе можно почти в каждое видео вводить, если вас будет интересовать какая-то тема. И вот несколько людей как раз написали на тему блога, как вообще я начала снимать, сейчас зачитаю комментарии Елены, как решили снимать блоги, как пришла идея, с чего начинали, были ли у вас все имеющиеся навыки монтажа и так далее, чем вдохновлялись, может быть, первые волнения и страхи. И еще был комментарий от Софии, тоже про YouTube. Как началось развитие вашего канала, рост подписывающихся, интерес рекламодателей, когда вы поняли, что на канале собирается комьюнити, главное, как этого добились. Спасибо. Спасибо вам за эти интересные вопросы. Я, наверное, тему YouTube вообще как-то не особо часто освещаю, но для тех, кто не знал, идея, в принципе, начать канал и снимать видео, это была идея моего мужа Димы. И, в общем, первые несколько месяцев, когда я начинала канал, начинала я его вообще не с того, не с той темы, которая сейчас на канале, и, наверное, это вполне нормально, это развитие. В общем, мой муж занимался монтажом, съемками, обработкой каких-то аудиофайлов. В общем, все было на его плечах, потому что я вообще не знала, что мне тут делать, в каком формате заходить, о чем снимать. И, естественно, на камеру было очень странно слышать свой голос, себя видеть. И, в общем, я ничего не знала абсолютно. К тому же тогда я YouTube вообще не смотрела. То есть это был 2017 год, где-то начало 2017 года. И, то есть YouTube я смотрела тогда только, когда мне нужно было посмотреть лекцию какую-нибудь по французскому языку. Кстати, я тогда смотрела ГАИНЕ. В общем, я вам периодически, по-моему, советую канал ГАИНЕ. Просто мои искренние рекомендации мне вот тогда очень помогли и уроки французского. Так, чтобы думать, смотреть кого-то из блогеров, я вообще даже такую мысль в себе почему-то не допускала. Хотя это было бы очень полезно, знаете, чтобы вдохновляться чем-то, посмотреть, как другие снимают. В общем, я тогда забросила канал на несколько месяцев. И когда-то мне попались видео Даши Центнер. Просто как мне было интересно смотреть на человека, который показывает свою какую-то рутину, но при этом показывает ее под красивую классную музыку. Она снимала тогда виду Нью-Йорка, просто учебы, каких-то своих повседневных дел. И, знаете, я подумала, так я же могу, в принципе, взять подобный формат и как бы обыграть его на свой манер. В общем, как-то так я стала потихоньку пытаться что-то делать. Сначала у меня была супермаленькая камера, маленькая-маленькая Sony, знаете, по типу GoPro. Просто ее даже никто не видел. Это было очень, ну, как бы, хорошо с точки зрения первых шагов, потому что часто люди, которые начинают канал или Инстаграм, вообще неважно какую соцсеть, им очень страшно или иногда просто лень именно доставать свою камеру, свой телефон вообще, что бы то ни было, потому что они думают, как их будут воспринимать люди, кто-то может криво посмотреть и так далее. И, знаете, вот в моем случае это очень мне помогло, что камера была маленькая, и как бы с психологической точки зрения я как бы себя огораживала от этого восприятия общества. Когда я, как-то начали люди понимать, что я снимаю видео, мои знакомые, мне было жутко стыдно, наверное, как и всем. И не очень хорошо, в общем, люди воспринимали то, что я делаю. То же самое касается и моей работы, когда я работала в симфоническом оркестре в качестве дизайнера, в общем, в коммуникации я работала. И когда я параллельно снимала свои влоги, они меня тоже смотрели часто довольны, как на полоумную. То есть французы, в принципе, воспринимают всю деятельность, которая связана с соцсетями, как нечто такое вот хобби, знаете, что... Главное, чтобы это твоей работе не мешало, а как бы можешь ты снимать, что хочешь, и когда ты им говоришь, что за твое это хобби можно хорошие деньги получать, и как бы у тебя есть замечательные люди, которые тебя смотрят, и это кому-то нужно, в общем, с каким-то большим недоумением это люди воспринимают. И, в общем, главное на первых порах не позволить, наверное, другим людям навязать вот это стереотипное мышление и какую-то, знаете, неверу в вас самих, потому что, вот, правда, в моем случае, в моем каком-то жизненном пути, мне очень повезло, что я не слушала людей, которые попадались мне по пути. Мне мало кто говорил, давай, вперед, все получится, ни по поводу поступления во Францию, ни по поводу изучения французского языка, ни по поводу, там, работы или блога, просто все были всегда скептически настроены. Меня это вообще не особо волновало, в общем, продолжила я снимать параллельно со своей работой, и, знаете, подписчики, их не особо прибавлялось, то есть были очень приятные люди. Я тогда читала комментарии, я не верила, я думала, боже, так кто говорит, что на ютюбе какие-то злые люди еще есть, какие-то хейтеры, какой-то негатив. Вот так было приятно получать комментарии, и сейчас я их получаю, и они тоже потрясающие, они меня так же мотивируют, они меня так же радуют, и я с большой благодарностью читаю просто каждое приятное слово в мой адрес. Но тогда это было настолько в новинку, и не было такого, знаете, не было вообще негатива, потому что и людей было соответствующее количество, и они не подписывались, и я тоже думала, ну, буду снимать видео, потому что мне это просто нравится. Я тогда еще начала записывать музыку сама в свои видео, потому что мне надоело искать музыку без авторских прав, или когда я находила эту музыку на, по-моему, SoundCloud, а потом через какое-то время авторы музыки подключали монетизацию, так что у меня монетизация от видео перестала работать, переставала работать. В общем, я тогда музыку начинала писать сама, и начинала ознакомиться с цветокоррекцией. Знаете, я осваивала понемножку программы для монтажа, и мне это очень нравилось. То есть, естественно, да, мне помогал Дима, он просто познакомил меня с миром, как можно улучшить качество видео, как можно просто из непонятной картинки сделать что-то такое более-менее кинематографичное. В общем, все это как-то осваивалось потихоньку, помаленьку, и, знаете, переломный момент случился тогда, когда я сняла видео, о котором я просто вообще не думала, что оно как-то может изменить мою жизнь. Очень пафосно звучит, но правда. Видео казалось, как отрастить волосы. Я его снимала на следующий день после моего дня рождения. Это видео сейчас собрало, по-моему, 2 миллиона 300 тысяч просмотров, где-то так. Знаете, оно вот выстрелило, как говорится, и за счет него как раз начался этот поток новых людей. То есть, видео попало большое количество рекомендаций, люди его увидели, они заходили на канал и видели, что на канале еще есть какие-то видео, нажимали, смотрели, им нравилось, они подписывались. То есть, видео в рекомендациях работает только тогда, когда у вас на канале есть что-то интересное. В общем, мне очень повезло, потому что бывает так, что, знаете, люди, которые снимают классный контент, они делают это на протяжении двух лет, трех, но у них есть вот этот период стагнации. То есть, у них нет такого большого роста, которого им хотелось бы. И в какой-то момент они просто опускают руки и перестают снимать. Знаете, это так бывает обидно, потому что вот у некоторых срабатывает, что выходит видео, которое приносит им новых подписчиков, которые попадают в рекомендации, и после этого канал начинает расти просто как на дрожжах. То есть, в моем случае можно сказать, что это было так. Я, по крайней мере, очень рада. Но некоторые не дожидаются этого момента и просто забрасывают свой канал, уходят. И ты, когда попадаешь на такие каналы, знаете, такие заброшенные каналы, это так обидно. И ты видишь, как человек старался, и какое действительно потрясающее у него качество, но он просто перестал снимать. В общем, в моем случае это видео мне очень помогло. Оно до сих пор собирает просмотры. Я после этого как-то пыталась, как это сказать, обыгрывать эту тему еще с волосами. И я тогда начинала пробовать интересные штуки, типа экстракта жидкого шелка для волос, разные эфирные масла. В общем, да, это было интересно и делиться. И тогда просмотры просто очень хорошо набирались на этих видео. И, соответственно, опять видео в рекомендации, опять число подписчиков растет. В общем, было здорово. А еще у меня была тема, когда я называла свои видео, таким, знаете, маркетинговый у меня ход был. Называла я будни парижанки. В общем, было это очень весело. Потому что я тогда работала в оркестре, показывала Париж. Но при этом мы жили не в самом Париже, мы жили в пригороде. Это был пригород Иври Сюрсен. И, в общем, строго говоря, как бы парижанкой я не являлась. И сейчас, в принципе, я не являюсь парижанкой. И просто я посмотрела, что когда называешь видео так, люди приходят, смотрят. И, в общем, какое-то время это тоже мне очень помогло набрать новую публику. Вот. И сейчас я тоже называю свои видео, если вы заметили на обложке у меня. Парижан. В общем, пытаюсь как могу. И, в принципе, я не вижу в этом ничего плохого. Если, как бы, название и то, что вы заявляете в названии, соответствуют содержанию. Ну, почему бы нет? Так. Что-то меня понесло не в ту сторону. Наверное. В общем. Хотя нет. Наверное, все-таки в ту. В общем, про рост комьюнити. Люди, естественно, начали подписываться. Вместе с людьми начали проявлять интерес также рекламодатели. Свою первую рекламу, я помню, я продала ее за 30 евро. И это была реклама английской школы, школа английского языка. И я такую ответственность чувствовала по поводу того, что вот, ко мне обратились, как, значит, к рекламной площадке. У меня есть ответственность перед тем, кому я эту рекламу делаю. И, конечно же, огромная ответственность перед тем, кому я эту рекламу подаю вам. И потом, знаете, у меня как-то не было такого большого наплыва рекламодателей. То есть, когда я работала, они были так оказиональные, то есть, по случаю. Мне очень нравилось. Я просто не верила, что мне кто-то может дарить одежду, например, бесплатно в качестве бартера. Просто для меня это была такая новинка, такой шок. Еще переломный момент был после как раз, естественно, ухода с моей работы. Потому что к тому времени у меня уже зарплата от канала начала приравниваться к моей зарплате в этом оркестре, где я выполняла очень много функций, совершенно не имеющих отношения к тому, на какую должность меня туда нанимали. Меня никто не повышал. В общем, работа была сложная. Хоть она была интересная, я очень до сих пор благодарна этому месту. Но вот в тот момент, знаете, я тоже не особо кого-то послушала, потому что мне многие говорили, куда ты уйдешь, ты иностранка, ты работаешь в хорошем месте, красивая работа, деньги платят, сиди и не двигайся. И вот тогда я подумала, нет, не хочу сидеть и не двигаться, лучше как бы рискнуть, потому что когда ты рискуешь, только тогда есть перемены, только тогда есть какие-то видимые изменения. И вот понять, что время пришло, вот это, мне кажется, качество, которое ты должен воспитывать сам в себе. Тебе никто об этом не скажет, тебе никто не даст какой-то там волшебный щелчок, пинок, чтобы ты сам это взял и сделал. В общем, да, пришлось это сделать мне самой. В принципе, я была очень рада, потому что я ушла в феврале 2020 года. И, знаете, все было не очень хорошо поначалу. Потому что был тогда карантин, был тогда ковид. И, представляете, монетизация с каналов, она упала чуть ли не вдвое, потому что количество рекламодателей на самом ютубе уменьшилось. В общем, были какие-то непонятные ситуации вообще со всем рынком потребления. В общем, я выдержала этот момент. Это было очень здорово. Но, естественно, у меня есть финансовая и моральная поддержка от мужа. Я этого не скрываю. И я за это очень благодарна. И тогда канал начал действительно расти. Он начал набирать и людей, и просмотры. И после карантина как раз пришли рекламодатели. И вообще все как-то, знаете, зашевелилось. Сейчас я рада так, как никогда вообще рада не была. Потому что я, мне кажется, нашла сейчас тот формат, который мне очень интересен. Мне нравится с вами делиться и искусством, и показывать Париж. И просто делиться какими-то, ну вот, теми мелочами повседневности, за которые я так всегда ратую. Просто за которые я так ратую. Я сказала это слово, и мне кажется, что его вообще не существует. В общем, проверю. В голове она у меня звучала нормально. Нет, знаете, есть такое. Потому что я иногда, я не употребляю некоторые фразы довольно долгое время. В голове они у меня есть, и когда я их произношу, то у меня возникают сомнения. Вообще звучит как-то странно. В общем, друзья, мне очень нравится тот формат, который сейчас я нашла. Я не останавливаюсь на нем, как бы я буду искать другие еще. Но, в общем, как-то так. И знаете, мой посыл вам такой. Если вы хотите начать какое-то дело, и у вас много сомнений в голове, и таких же много сомневающихся вокруг, вы отодвигаете этот народ подальше. Потому что, знаете, с результатами вашими жить вам, и с неудачами вашими тоже жить вам, конечно же, но и с чувством того, что вы что-то не попробовали, и что этот момент упущен, это, естественно, то, что будет лежать на вашей ответственности. Вы не будете потом кого-то винить, что вас убедили в том, чтобы вы не начинали, чтобы вы не попробовали, чтобы вы не ушли, чтобы вы не начали. И мне кажется, лучше вот не упустить этот момент, и пусть у вас даже не получится, но вы хотя бы будете спокойны, вы будете знать, что это не ваше, что, может быть, вас ждет успех в другой сфере. Хорошее качество тоже не зацикливаться на своих каких-то неудачах, или не проводить вот этот бесконечный самоанализ, почему у вас не вышло. Я вообще стараюсь не заниматься саморефлексией. Берешь и делаешь, потом смотришь на результат, какие-то короткие выводы, и ориентируешься, что делать дальше. Я надеюсь, я вас не слишком утомила. В общем, если вопросы еще какие-то будут, на любые темы, на тему готовки. Я, кстати, помню, что вы хотели суп луковый по рецепту из этой старинной книги, друзья. Он скоро будет. Я вам обещаю, мы как-нибудь найдем время и приготовим луковый суп, потому что у меня в последнюю неделю просто времени хватает на блюда, которые я уже знаю, что они точно хорошо получатся. В общем, друзья, я буду очень ждать вас у себя в Инстаграме, где подготовлены новые фотографии Парижа, моей повседневной жизни. Я очень рада, что вы там появляетесь, потому что мне так приятно делиться тоже с вами какой-то этой эстетикой, атмосферой. Большое вам спасибо, что вы подписываетесь, что вы подписываетесь на этот канал. В прошлый раз я вам сказала, что мне было бы очень приятно собрать 200 тысяч людей замечательных, прекрасных и таких добрых на этом канале. Так что если вы еще не подписаны, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы вам будем все очень рады. И также буду ждать вас у себя в Телеграме, где у меня другой формат, отличный от Инстаграма. Там у меня фотоколлажи, заметки и такая же хорошая атмосфера Парижа. Я вас крепко обнимаю, друзья, и совсем скоро увидимся.